Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну так же мы продолжаем наш марафон видеороликов, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выкладываю следующий, так что дерзайте. Ну что же, давайте посмотрим по сегодняшнему расписанию, с кем нам предстоит сыграть. Сегодня у нас домашняя игра против Тамбова, 17-й тур российской премьер-лиги. Также мы заканчиваем сегодня зимний трансферный период. Выездная игра против Ахмата, домашняя игра против Сочи и домашняя игра, там скорее всего нейтральная, он будет в четвертьфинале Кубка России против Ростова. Так что давайте начинать, переходим к игре с Тамбовым, посмотрим по готовности. Вот мы видим Жезус, не сможет принять участие. Выпускаем Асимьена и Холландом, интересно мне посмотреть на эту связку. Ну и так же выпустим футболистов с пиковой формой, настроим. Все, вот таким составом мы выходим против Тамбова. Зенит Тамбов, российская премьер-лига, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит принимает Тамбов, чемпионат России, поехали. И все-таки мы забиваем. Вот так вот с отскока, от хорошего, после хорошего удара Эллинга Холланда все-таки забивает у нас Асимьен, 44-я минута. И все супер. 1-0, мы выходим вперед. И мы забиваем еще один. 77-я минута уже Исумаре забивает, если не ошибаюсь, свой дебютный гол за Зенит. Хорошая подача углового и, соответственно, гол. И все, финальный сесток. Уверенная у нас домашняя победа над Тамбовым. Асимьен и Исумаре забили по голу и принесли нам очередные 3 очка в российской премьер-лиге. Лучшим стал Асимьен, естественно, 7,5 у него оценка. После 17-го тура мы все-таки же лидируем в российской премьер-лигии. В 7 очков опережаем ближайшего преследователя. Это московский Спартак. Так, Малком получил у нас предложение от Ливерпуля. 38 миллионов выше рыночной стоимости. Хорошее, значит, предложение. Но мы отклоняем. Манчестер-Сити за 41 миллион хочет купить Клювер. Это тоже выше рыночной стоимости. Но мы отказываемся. Хосека Явайн Трахт. Тут уже ниже рыночной стоимости. Поэтому мы тоже отклоняем. Так, ну и Фарфан. Прям трансфер, серьезно. А мы его выставили? Да, кстати, мы выставили Фарфана, потому что... Не выставлено у меня вот здесь. Вот, Фарфан у нас самый низкорейтинговый игрок молодежной, так сказать, академии, которого мы подписали. Поэтому мы приняли решение его продать. Деньги так. Ну вот, компенсацию пусть хотя бы выплатят. 27,5 миллионов. Естественно, ниже. Там он под 50 стоит. Поэтому, мне кажется, Марсель без проблем должен выкупить его. Вальверде превосходит все ожидания. Маркинис получил предложение от Наполи. 40 миллионов, тоже ниже рыночной стоимости. Поэтому мы отклоняем. Так, здесь Фарфан. Да, ну все. В два раза практически мы дешевле Фарфана продаем. Но все-таки теперь у нас 110 миллионов бюджет на трансферы. Также нам скауты вроде как написали, что нашли. Да, Комара. Интересный, конечно, вариант. Из Ливерпуля. 85 рейтинг. Так. Здесь еще и Делихта нам нашли. 89. Мы кого там продавали? Или мы еще не продали? Так, а я не помню, кого мы продавали-то. Честно. Вот Элведи у нас. Лукуми. Кого продали? Кто бы вспомнил сейчас? Я не знаю, там есть же роль в команде. Может это что-то? Нет, тоже не то. Состояние, наверное. Вот. Есть некоторые, так сказать, наши продажи. Но я почему-то не вижу, кого мы продали центрального защитника. Сейчас хоть убейте, но я не помню. Лукуми у нас остался. И был кто-то еще. Ну, не суть уже. Потому что нам в любом случае, как я вижу, нужен центральный защитник. Поэтому давайте мы все-таки попробуем договориться как минимум для начала с Делихтом. Вот. У него все-таки 89 рейтинг. Насчет зарплаты. Вот сейчас главное мне. Ну, зарплату мы уж точно не потянем. У нас 4 миллиона всего лишь. Поэтому, может быть, Камару. Камару мы сможем. Надеюсь. Деньги все-таки есть. Но... Так, не сюда. Это Лоренте. Надеюсь. Надеюсь на то, что получится. Да, в принципе, возможно. Поэтому это один из хороших таких вариантов. В последний час, в последний день, с контрнатерного окна, сейчас постараемся подписать французского центрального защитника, который, как по мне, вроде опорником поначалу-то был. Мерита хотят забрать Волверхэмптон. Выше рыночной стоимости. Так, нет. Никакие не повторные. Выше рыночной стоимости предлагает Волверхэмптон. Но мы все равно отклоняем. Все. Пока Мерита договорили. За 32 миллиона мы его подписываем. Зарплата 3 800. Немножечко на понижение он даже пошел нежели чем в Ливерпуле. Поэтому мы его все равно забираем. Так, важнейший трансфер в российской премьер-лиге. За 32 миллиона переходят к нам Комара. Жезус никуда не собирается. Переход в Манчестер-Сити. Это слухи в Волверхэмптон. Переводствует все ожидания. Так, последний день периода трансферов. Шальки. Покупает Буфона у Ювентуса. Вот тогда. Так, ну и давайте, раз мы уже выполнили вот эту вот задачу, что мы продали центрального защитника, теперь будем... Так, эти ребята же, да, все уже, да, в троем в арене, да. Поэтому теперь мы будем продавать Дреуси, так как он, ну, самый низкорейтинговый игрок. 83-й рейтинг уже для нас это низко. И по возрасту я бы сейчас пробежался, посмотрел. Маркинеса надо продавать. Пикфорд пока что пусть держится. Ну и все. Поэтому снова ищем опорника. Я и говорил, что Маркинес чисто на один сезон к нам под Лигу чемпионов. Так же, как было, мы покупали Томаса Портея. Вот поэтому поищем. А там, в принципе, у нас есть, если я не ошибаюсь. Вот. Интересные варианты. Сейчас попробуем уже с ними договориться, почему бы и нет. Так, вот здесь. Джошуа Кимих, он вроде там возрастной, нет? 29, ну тоже на один сезон я бы уже как-то не хотел. Нам на полноценный такой хороший контракт. Лоренто тоже 29. Вот сейчас вся надежда на Закариева. Ну, ему там нормально вроде. Да, ему 27. Поэтому попробуем договориться с ним. Ну все, он не против к нам перейти. Тем более и зарплату здесь мы потянем, если... А, тут точно, зачем я сейчас это сделал? К нам же он не перейдет в любом случае, потому что сейчас сбросится абсолютно все. Ну вот все из-за этого. Сейчас все, естественно, сбросится, поэтому я зря начал в период последнего часа. с них часов. Трансерного окна это было уже после, потому что сейчас просто Закария собьется. Так, да, все сорвутся сейчас, но, к сожалению, так. Значит, будем искать нового нам центрального, опорного, точнее, полузащитника. Вот, ну, сейчас я попробую в любом случае еще раз Закария договориться. Надеюсь, все будет там нормально. Так, ну здесь мы смотрим, да, все, все переговоры с Закарией у нас отменены. Скауты. Ага, вот здесь он, в принципе, и пропал у нас из скаутской работы Закари. Ну, поэтому будем в любом случае искать опорника. В сборное место попали Жезус, Самаре, Асимен, еще один футболист наш. Замечательно. По рейтингам Хоакин плюс единичку из основы, так сказать, он из молодежки тоже. Поэтому вот как-то так. Мы переходим к игре против Ахмата. Там через неделю буквально у нас будет игра Сочи, поэтому будем смотреть уже по готовности наших футболистов. Вот, например, Грингу тоже на пиковой форме, поэтому я все-таки ему дам шанс. Малко у нас и так часто играет. Вот, ну и также в основу попадают у нас Комара вместе с Тахом. Они будут центральными у нас защитниками, надо было его сразу в меню так поставить. Ну и все. Стартовый состав на ваших экранах. Ахмат против Зенита. Российская премьер-лига. Поехали. Итак, Ахмат-арена. Грозненский клуб принимает. Клуб из Санкт-Петербурга, который сейчас идет на первом месте. Готовится к 1-8 Лиге Чемпионов против Барселоны. Произошло подписание у Зенита в последний час, последний день трансферного окна. Вот, подписали центрального защитника из Ливерпуля, французской национальности, Комару. Вот, сегодня он в стартовом составе, так что посмотрим на его игру. И Жезус открывает счет. Десятая минута. И Орлин Холланд подал на него голевую передачу. И Холланд забивает, если не ошибаюсь, наш дебютный гол. Свой дебютный гол за Зенит. 18-ая минута. Ну и шикарно отыграл норвежец. И забивает дубль еще Жезус. Не с первой, так со второй попытки. Сейчас у него все-таки пробил, получилось пробить. 36-ая минута. Зенит уже громит к перерыву Ахмат на выезде. И дубль еще, и Орлин Холланд сейчас забивает. Просто получилось дозамыкать эту передачу, затолкать уже этот мяч в ворота. Ну и замечательно, 4-0. Дубль у Жезуса и у Орлинга Холланда. И все, финальный свисток. Зенит разгромил Ахмат на выезде со счетом 4-0. Ребята молодцы, показали классную игру. Особенно Жезус и Орлин Холланд. Жезус стал игроком матча. Ну и у Холланд тоже оценка 7,5. Но Жезус быстрее, наверное, забил дубль. После 18-го тура мы все-таки лидируем в российской премьер-лигии. Все-таки на 9 очков опережаем. Или уже опережаем на 9. Там вроде на 7 было. На 9 очков, в общем, опережаем. Московский Спартак. Итак, новичок Орлин Холланд превосходит все ожидания. Пишет уже в новостях. И снова у нас через неделю будет игра следующая с Ростовом. Поэтому тоже по готовности смотрим, кто готов, кто нет. С пиковой формой будем выпускать. Ну вот в Мериту дадим отдохнуть. Он действительно уже и сам устал. Мы видим. Так, ну выпустим Эл Эдди, потому что у него пиковая форма. Все. В принципе, вот такой вот состав на ваших экранах. Так, из замен ГАЯ только появился. И Пикфорд. Зенит Сочи, российская премьер-лига. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Сочи в рамках российской премьер-лиги. Начинаем. И Малком открывает счет. 22-я минута. Наш капитан наконец-то забивает. Давно у него не было забитых мячей. Но вот против Сочи дома он забил. И все. Финальный свисток. Минимальная победа Зенита над Сочи. Малком забил единственный гол в этой встрече. И стал игроком в матче. После 19-го тура мы все так же лидируем в 9 очков над московским Спартаком. Так, победная серия команд Зенит. Становление нового таланта. Это про Вальверда говорят. Маркини сможет перейти в Ливерпуль. Ну, неплохо, кстати, было бы. И в ожидании матча с клубом Ростов. Я тоже в ожидании. Там, тем более, через неделю у нас только игра будет с Ростовом. Вот. Ну, а дальше там и Барселона в следующем ролике. Поэтому сейчас так же по готовности просто смотрим. Так, ну не Комара. Снова ЛВД на пиковой форме. Поэтому, к сожалению, вот так. Вместо Малкома снова выпущу Гринвуда. Ну и все. В принципе. Стартовый состав на ваших экранах. Могу Малкома вместо Дариуси взять. И все. Вот таким составом мы выходим против Ростова. В четвертьфинале Кубка России. Поехали. Итак. Эстадия Дел Мартин Гайл. Нейтральный стадион. Зенит против Ростова. В рамках Кубка России. Четвертьфинальная стадия. Поехали. И Джастин Клюверт выводит нас вперед перед самым перерывом. Зенит 1-0. И все. Финальный сесток. Минимальная победа Зенита над Ростовом. В рамках Кубка России. В четвертьфинале. Благодаря единственному. Вот этому забитому мячу Джастина Клюверта. Перед самым перерывом. Мы все-таки выигрываем. Ну и 7-5. А сам же Клюверт получает. Тамбов проиграл 3-1 Краснодару. Краснодар скорее всего сыграет с Локомотивом. Который обыграли Урал. 2-0. Ну а мы сыграем в полуфинале против Спартака. Которые разобрались с Казанским Рубином. Так. Скаутом не нашли хорошего опорника. Это Райс. Из Вестхэма. 25 лет ему. Почему бы и нет. Хороший вариант. Тем более и зарплату мы в принципе там можем потянуть. Здесь конечно вот сейчас мы продадим Маркиниса. То на эти деньги как раз и будет у нас играть. И получать зарплату Райс. Выход в полуфинал соревнования Рашен Кап. По восстановлению нового таланта Эрлин Холланд. И в ожидании все матча Ротор Зенит. Ну на этом все ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok